Скоро проще будет переехать прямо через рельсы. В нашу редакцию обратились автомобилисты, которые в день по несколько раз проезжают Т-образный перекресток проспекта Яшлек и улицы 40 лет Победы. Это не только жители 52-го комплекса, но также родители детей, которые посещают местные учебные заведения, коррекционную школу, музыкальную, детсады и гимназию. Тут слишком большие ямы и ходовка разбивается. Как бы если сделали бы эту дорогу, вообще замечательно. А что бы вы предложили сделать? Как по миру, там резиновые пластины поставили, вот такие же пластины поставили, намного лучше было бы. Весь Яшлек очень отвратительный, весь в ямах. А вот конкретно этот переезд трамвайный, уже, наверное, лет 10, вот у меня стаж 10 лет, но он никогда здесь не ремонтировался. Дорога просто отвратительная. Ну, там же видно, какие ямы. Приходится каждые 3-4 месяца ходовую перебирать полностью. С вопросом о подобных перекрестках ранее мы уже обращались в отдел транспорта исполнительного комитета. Там объяснили, что при строительстве новых дорог на таких перекрестках с 2002 года устанавливаются резиновые покрытия. А вот что касается перекрестков, которые реконструкция не затронула, то здесь все намного сложнее. Замена старых, она тоже будет проводиться в плановом порядке. Правда, в настоящее время финансовых средств для этого электротранспорта нет, учитывая, что финансовое состояние предприятия очень непростое. Впрочем, мы снова попытались узнать, когда ремонта дождется этот перекресток, состояние которого иначе как аварийным не назовешь. Вот только и электротранспорт, и городское предприятие автомобильных дорог, перенаправляя друг к другу, конкретного ответа дать не смогли. Надеемся, что после выхода сюжета городские власти определят ответственного за этот участок, и ямы здесь наконец исчезнут. Они продолжат расти вширь и вглубь, как прежде. Очень ужасная дорога. Катерина Карцева, Ленар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.